РАДИО СВОБОДА РАДИО СВОБОДА РАДИО СВОБОДА обречены на то, чтобы таковыми не быть. Ну, скажем, какие-нибудь издания по редким языкам, к примеру. Вряд ли книга по, не знаю, структуре языка Суахили может найти большое количество покупателей, хотя совершенно очевидно, что издавать такие книги необходимо. Рано или поздно они кому-то потребуются. Поверх барьеров. Разговор о новых книгах. Эфир 5 сентября 2004 года. У микрофона Иван Толстой. Новые книги. Кто их издает и как их издает? В Москве проходит книжная ярмарка. Самое время поговорить о новых книгах. Книжный рынок, пережив последние, простите, пережив болезненные стадии перемен в 90-е годы, за последние несколько лет установился. Покупатель, приходя в магазин, хорошо представляет себе, чего ждать от того или иного издательства, появились устойчивые серии, почти нет случаев издательского хулиганства, когда собирались со всей страны деньги на какое-нибудь собрание сочинения, а от него выходило, дай бог, 2-3 тома. Книжный репертуар стал цивилизованным, упорядоченным, а значит, можно говорить о закономерностях и можно предъявлять обоснованные претензии. Вот и поговорим о том, что нам нравится в российских книгах, а что не нравится. Разговор пойдет о новых изданиях, вышедших за последний год-два. В нашей передаче принимает участие историк Олег Будницкий и поэт Александр Шаталов. Здравствуйте. Мой первый вопрос, Олег Витальевич Будницкий. Вы собирались вчера на книжную ярмарку. Попали ли вы туда? И расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Попал, посмотрел, походил. Впечатления, скажем так, ничего неожиданного я там не увидел. Просто как бы были собраны вместе те книги и те издательства, собственно, продукцию которых, как правило, и встречаешь в московских книжных магазинах. К сожалению, для меня, во всяком случае, ничего эдакого для себя лично я не нашел, хотя картина была достаточно, я бы сказала, репрезентативная. Что удивило приятно, то, что оказывается живы и выпускают какую-то продукцию старые, такие гуманитарные издательства, как мысль, наука, я как-то их потерял в последнее время из виду, оказываются живы и существуют. Но вот это в самых общих чертах. Вопрос к Александру Николаевичу Шаталову. Александр Николаевич, можете ли вы сопоставить книжный репертуар и книжный рынок 90-х и нынешних времен? Добрый день, конечно. Я полагаю, что, безусловно, книжный рынок стал богаче. Он видоизменяется, потому что, во-первых, исчезло с 90-х годов, и мы вспомним еще период советской власти, у нас существовала сеть дистрибуции книжной, сейчас такая сеть массовой дистрибуции книг практически отсутствует, централизована. Поэтому, безусловно, люди, живущие на периферии, они лишены возможности получить те книжные новинки, которые бы им хотелось. И, безусловно, получается немножко искаженная такая картина. Те книги, которые они могут приобрести, это часто, к сожалению, низкопробная массовая литература. Часто приходится слышать, и, между прочим, от довольно крупных деятелей культуры, что в России нынче творится полное безобразие, бескультурие, падение всяческой издательской культуры, и вообще невозможно даже сравнивать теперешнюю книжную вольницу с тем, что происходило в такие крепкие советские годы, когда, тем не менее, настоящие полноценные книги, полноценные в понимании тех, кто об этом говорит, а это часто ученые, филологи и историки, невозможно сравнивать с тем, что делается сейчас. Как, Александр Николаевич, вы относитесь к такому заявлению, что теперь рынок совершенно испортился, и это вызывает недоумение и отчаяние у таких критиков? — Отчасти я с этим могу согласиться, но только отчасти, потому что, если мы говорим о массовой литературе, то, безусловно, массовая литература, одним из ее рычагов является удешевление книжного процесса, поэтому во многих издательствах отсутствуют корректоры, отсутствуют научные редактора, да и просто редактора как таковы. Вообще этот класс книжных, обязательных книжных сотрудников почти исчез с нашего рынка. С другой стороны, все же удалось сохранить некоторые, на мой взгляд, очень важные особенности добросовестного книгоиздания, которые были характерны прежним годам. Так, например, на этой книжной ярмарке издательство «Наука» представил великолепный том стихотворения Игоря Северянина с обширным научным аппаратом, комментариями и так далее. Уже выходило у нас полное собрание сочинений Игоря Северянина, но те комментарии, которые опубликованы наукой, они действительно, я бы сказал, научные. Олег Витальевич Будницкий, можете ли вы провести сравнение вот такое советских добротных исторических изданий, комментированных, изданных тогда, там, скажем, 70-е или 80-е годы, и той продукции, которая выходит в свет сейчас? Ну, попробую. С моей точки зрения, по крайней мере, по тому периоду, которым я занимаюсь, это речь идет о истории 19-20 веков, сейчас произошел качественный прорыв в лучшую сторону. Ну, по одной простой причине, как бы ни были блестящие прокомментированные издания по этому периоду, а были просто блистательные издания, и не только, скажем, там, в 70-е годы, в 60-е, дневник Половцова, государственного секретаря, скажем, двухтомный, дневник Валуева, и можно привести еще многие другие вещи, они ведь вынужденно, вынужденно комментировались, исходя из единственно верной марксистско-ленинской теории. И поэтому, при всем при том, что блестяще была отражена фактура, при всем при том, что была блестящая текстологическая работа, эти издания неизбежно несли на себе печать времени. Или вот давайте сравним издание мемуаров Витте, один из самых популярных мемуарных источников по истории России, прекрасное для того времени издание 60-го года, в комментировании которого принимали участие выдающиеся наши историки Борис Васильевич Ананич и Рафаил Шаломович Ганелин, и петербургские, и под их же редакцией вышедшее недавно издание мемуаров Витте по рукописи из Бахметьевского архива Колумбийского университета с новыми комментариями. Небо и земля. Люди получили возможность работать свободно, и вот мы получили высококачественный продукт, тот, который будет годен, что называется, к употреблению, не только тексты, но и комментарии к ним на протяжении, я надеюсь, по крайней мере, десятилетий. Поэтому, с моей точки зрения, налицо явные качественные улучшения и, конечно, по ассортименту, что называется, продукции, и по уровню подготовки. Конечно, бывают и какие-то провалы, скажем так, в 90-е годы, с моей точки зрения, не всегда качественно, поверхностно комментировались в основном мемуары тех или иных политических деятелей, выходивших в различных издательствах. Но сейчас то, что печатается в серьезных научных издательствах, то, что готовится в академических институтах или университетах, или даже за их пределами, но достаточно ответственными людьми, это совсем другое качество. Да, у нас есть звонок нашего слушателя Евгения Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте, моя фамилия Виноградов, я переводчик-германист, и у меня вот такой вопрос. Есть ли какие-то новые издания, которые печатают, издают, допустим, Жан-Поль Сатра, Камю и прочих великолепных мастеров литературы? И, может быть, наши россияне, читая эти произведения, смогут преодолеть те неудачи, которые нас преследуют, хотя мы считаемся самочитающей в мире страной. Спасибо за ответ. Александр Николаевич Шаталов, вы можете прокомментировать? Я точно не скажу, есть ли сейчас в планах одних тех или иных издательств выпуск авторитетных книг Камю или Сатра. Безусловно, они выходят, они присутствуют на нашем рынке, но я такой анализ не проводил. Но я, поскольку звонил читатель, наш переводчик-германист, я бы хотел сказать, что только вчера прошла презентация первых шести книг, которые выпущены при поддержке немецкого Гёте-института, фонда Фишера. Это такой проект «Шаги». Было рекомендовано русским издателям выбрать, сколько они хотят книг из 250 изданий современных немецких писателей. И вот первые книги выпущены, всего будет около 39-40 книг. Это новинки немецкой литературы. Прежде всего, в этой серии представлены писатели 40-летние. Наверное, это самый активный пласт немецкой современной литературы. Таким образом, немцы пытаются знакомить нас, кстати, за свой счёт, знакомить нас с современной литературой своей страны. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров» в прямом эфире. Когда начинается время свободы? Когда я вхожу в студию, ещё сумерки. Когда выхожу, солнце встаёт. Время свободы начинается вместе с новым днём. Радио Свобода. Ваше право знать всё. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». Звонок нашего слушателя из Петербурга. Александра, здравствуйте, мы слушаем вас. Иван, здравствуйте, уважаемые гости. Вопрос вот какого свойства. Значит, как известно, Пушкин был плохим бизнесменом, но в то же время он был издателем. Тем не менее, такой был в своё время забавный. Но что стоило Пушкину тиснуть что-нибудь массовое, поскольку все издания были в прогаре, в том числе «Современник». Хотелось бы узнать. Вот меня поражает такая вещь, может быть, ваши гости мне ответят. Есть очень качественные издания, академические, с великолепным корпусом, комментаторским, тиражами 1500 экземпляров. Я не говорю про Pulp Fiction или, так сказать, макулатурное чтиво. Это понятно. То есть цель там простая. Там есть бизнес-схема, есть хорошая прибыль. Вот как, кроме подвижничества, бизнес, скажем, просчёты, бизнес-планы, как позволяют выживать этим изданием? Поскольку для меня они все кажутся убыточными, и это альтуистические абсолютные вещи. Да, это, конечно, очень интересный вопрос. Но я хотел бы сразу, прежде чем передать микрофон одному из наших гостей, я хотел бы заметить, что Пушкин был как раз удачливым бизнесменом. Пушкин был вообще ведь первым или одним из первых профессиональных писателей, то есть тех, кто живёт на своей заработке. Другого заработка у Пушкина в течение многих-многих лет не было. Прав ли я, Олег Витальевич Будницкий? Да, не продаётся вдохновение, но можно рукопись продать. Это Александр Сергеевич Пушкин. Ну, удачлив, наверное. Был Пушкин, на всяком случае, литературные заработки у него были достаточно приличные. Не буду вдаваться в эту не очень известную для меня область, но то, что он мог отделить вдохновение от рукописи и получать деньги за свой труд, это безусловно. Что касается изданий, которые как бы убыточные. Понимаете, научные издания не могут не быть убыточными. Специальные издания. Некоторые могут приносить доход или, по крайней мере, покрывать стоимость издания. Некоторые обречены на то, чтобы таковыми не быть. Ну, скажем, какие-нибудь издания по редким языкам, к примеру. Вряд ли книга по, не знаю, структуре языка Суахили может найти большое количество покупателей, хотя совершенно очевидно, что издавать такие книги необходимо. Рано или поздно они кому-то потребуются. Для этого существует, во-первых, государство, между прочим, которое обязано поддерживать науку, и это в какой-то степени делает, в том числе и в России. Во-вторых, это различные фонды, которые выделяют гранты на издания. Так, ну, в России, если говорить о России, есть два крупных фонда. Это Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд, которые, среди прочего, на конкурсной основе выделяют гранты на издание книг. Это, кстати, совершенно замечательное дело, и это позволяет многим исследователям быть независимыми от так называемых плановых работ и от указаний начальства. Приносишь рукопись, оценивает независимая комиссия, и присуждает или не присуждает грант. Если появляется грант, то проблема издания уже решена. Кроме этих двух крупнейших фондов были и есть и другие. Фонд Сороса, к сожалению, прекращающий деятельность в нашей стране. Я, кстати, тоже причастен к одному небольшому фонду, который выделяет небольшие средства на издание книг. В общем, есть меценаты, есть частные лица. В общем, есть возможности сейчас неизмеримо больше, чем это было, если вы сравниваете, скажем, с советскими временами, чем были в те времена. То есть и в этом плане рынок книжный становится тоже цивилизованным. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Книжный рынок. У микрофона Иван Толстой. Что вы купили или прочитали за последнее время из книжных новинок? Мы надеемся, что наши слушатели примут участие в нашем разговоре и ответят нам на этот вопрос и поделятся своими замечаниями по этому поводу. Если позвонят нам по бесплатному российскому телефону 8 800 200 ровно 2212, а для заграничных слушателей, напомню, номер 4202-2112-3912. В нашей передаче принимает участие историк Олег Будницкий и поэт Александр Шаталов. У нас есть звонок слушателя Александра Евгеньевича из Петербурга. Здравствуйте, мы слушаем вас. — Добрый день. Вот недавно прочитал книгу Патрика Бьюкинина «Смерть Запада». Но почему такой маленький тираж в России? Нет спроса? В общем-то, известны книги на Западе. Спасибо. — Александр Николаевич Шаталов, вы можете ответить на этот вопрос? — Ну, частично я уже говорил на эту тему. Система дистрибуции в России настолько плохо существует, что фактически, если мы будем говорить о книжном рынке страны, то он сводится к тому, какие книги будут проданы в Петербурге или в Москве. Таким образом, мы вынуждены говорить, что книги, которые выходят в наши страны, которые подаются в этих двух странах, они действительно будут малотиражными. Сейчас вообще большинство издательств вынуждено было именно отчасти из-за этого снизить тиражи своих изданий, и поэтому 3-5 тысяч — это уже нормальный книжный тираж для даже крупного и уважаемого издательства. Но я бы частично хотел не согласиться с предыдущим нашим разговором. Я считаю, на самом деле, что главная проблема, которая существует в России, это отсутствие политики в издательском деле. То есть в Министерстве печати, которое фактически должно этот рынок каким-то образом структурировать, фактически самоустранилось. Может быть, сознательно, да, возможность рынку процветать, быть стихийным или регулируемым, не знаю. Но федеральная книжная программа, она также существует, по-прежнему еще у нас, она очень невыразительная. И поэтому, к сожалению, большинство книг серьезных, хороших, которые выходят у нас в стране, они действительно все же выходят по печительствам каких-то энергичных, индивидуальных граждан. То есть фонды, да, фонды помогают, но немного. Таким образом, каждая книга, если мы возьмем каждую книгу, мы увидим, что она выпущена стараниями того или иного маленького издательства. Чаще всего именно маленького, а не крупного. Александр Николаевич, тогда позвольте я вам задам такой вопрос. Вот есть мнение, я не раз его слышал, что издатели ведут себя, так сказать, как жирные коты. Они выпускают книгу тем тиражом, который будет распространен в Москве или в Петербурге, а то иногда и только в Москве, потому что просто ленятся есть что-нибудь другое, кроме сметаны. Вот сметана съедена, а дальше молоко. Но это пусть, так сказать, заботятся уже в каких-то других городах о своем рынке, издатели и так далее. То есть ведь не так дорого послать в соседний город грузовик с хорошими книгами, где они будут проданы. Но это не даст той издателям прибыли, которую они получили бы в Москве. И издатель предпочитает выпустить новую книгу. И опять, как кот, наестся только сметаны, но не молока. Я не прав? Мне очень нравится этот образ. Да, издатели — это сытые, хитрые коты. Да, они именно такие на сегодняшний день. Большинство из них, если говорить о крупных, конечно, прежде всего, издателях. И дело даже не в том все же, что они не хотят зарабатывать деньги, а в том, что не существует никакой государственной поддержки книгоиздателям. Ну, кроме, на государственном уровне существуют. Это льготы, налоговые льготы. Но за счет этих налоговых льгот, на мой взгляд, очень успешно процветают именно те издательства, которые выпускают массовую, как я уже сказал, низкопробную литературу. Я считаю, что здесь нужна была быть какая-то дифференциация, то есть поддерживать именно те издательства, которые выпускают социально важную литературу. Поэтому, если же мы говорим о грузовике, который поедет в другой город, то это немножко смешно. Во многих городах за последние 10 лет вообще исчезли книжные магазины. Поэтому Министерство Печати еще, если не ошибаюсь, лет 6-7 назад декларировало идею создания, восстановления крупной сети дистрибуции книг. Не помню, как она точно называлась. То ли российская книга, то ли как-то иначе. Но так ничего из этого проекта не получилось. И поэтому, если крупные издательства еще имеют свои представительства в разных регионах страны, напомню, что большинство из них такие, как Эксмо, АСТ и некоторые другие, они вообще и возникли из книготорговых точек, потом, вернувшись уже после успешной торговли, вернувшись в лоно книжного производства, то большинство мелких издательств, они просто не могут с этим справиться. Поэтому я могу сказать, что мелкие издатели богатые. Они вынуждены полагаться только на то, что они могут реально продать. У нас есть звонок. Сергей Алексеевич, Москва. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. У меня вопрос к обеим гостям. Я с интересом, с большим удовольствием читаю книжки Виктора Суворова. Мне хотелось бы знать, видели вы что-нибудь на этой ярмарке? Потому что последнюю книгу «Тень победы» я прочел два года назад, и с тех пор ничего не знаю. И как вы вообще относитесь к творчеству Виктора Суворова? Благодарю вас. Мы попросим наших гостей поделиться мнением по этому поводу. Но после краткого выпуска новостей, а сейчас у нас есть еще время выслушать, что хочет нам сказать Наталья Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Вы знаете, я хочу сказать, что террор, который сейчас жился, он со стороны литературы и средств массовой информации тоже происходит. Что я рекомендовала бы, если вам интересно, что я читаю? У меня, например, святоотеческая литература, то есть нашей основной религии православной с большим потенциалом, литература, она объединяет, она усмиряет, она заставляет жить честно. В монастырях организовано хозяйство людей, верящих в Бога так, что там и выживают, и живут, и подстанции свои, и выпечка своя, и все, я была в поездке. Что касается мусора, который продается, и ясно ведь, что Полякова и Донцова, она не может писать в таком количестве. Это ясно. Эти все заказные репортажики, когда она с утра что-то там пописала, женщина, пережившая раковое заболевание, обладая такими мощными, так сказать, возможностями написания, это нереально. И сколько можно нашего читателя этим кормить, непонятно. Еще прочла я книгу «Враги России» Жириновского. Вы знаете, я была поражена. Весь сценарий, который там Владимир Вольфович, являясь аналитиком, довольно мощным описал, все случается. И больше всего меня сразила там информация о том, что Россия по определению, по плану, должна превратиться в колонию, где вредное производство экологически должно осуществляться, за дешевую рабочую силу, что мы сейчас и видим. Это было мнение нашей слушательницы Натальи Николаевны из Москвы. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров». Мы говорим на книжную тему. Книжный рынок сегодняшнего дня. Две минуты на краткий выпуск новостей, и мы вернемся к нашей теме. Радио Свобода Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение. Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь у нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же. Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди почувствовали поддержку нашего государства, верили в него. Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это. России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет. Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Разговор о новых книгах. Александр Николаевич Шаталов, как вы относитесь к такому утверждению, известному клише старому, о том, что Россия самая читающая страна? Приходилось ли вам получать какие-то подтверждения тому собственные, личные? Или, может быть, вы опровергнете такое высказывание? Вы знаете, мне хочется в это верить, что Россия самая читающая страна. Но поскольку в течение 10 лет я вел на телевидении передачу, которая называется «Графоман», это передача о книгах, то, извините, конечно, это, может быть, цинично звучит, но по собственной популярности я мог судить, насколько наш народ читает книги. У меня был такой смешной пример. Или смотрят телевизор. Смотрят телевизор и читают книги, это взаимосвязано. Но они же вас узнавали из телевизора. Ну, 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 из телевизора, конечно, из телевизора. Ну, потому что телевизор — это массовое средство коммуникации, прежде всего. И почему они смотрели меня? Не из-за того, что я обладаю какой-то внешней такой красотой, а потому что они хотели узнать от меня первую информацию о новых книжных изданиях. И одна девочка у меня попросила автограф на книге Достоевского. Она увидела меня и поняла, что я и Достоевский, видимо, мы чем-то схожи друг с другом. Это говорит о том, что, видите, все читают книги. Да, моему сыну в школе тоже подсовывают, он учится среди иностранцев, ему тоже подсовывают Анну Каренину или что-нибудь такое подписать. А то и защиту Лужина, на всякий случай. Одна из черт нашего времени — то, что качественные научные издания выходят за пределами академических, нередко выходят за пределами академических институтов и университетов. Я говорю прежде всего, если речь идет о эмигрантской проблематике, об альмонахе «Диаспора». «Диаспора», выходящем в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербург-Париж, в издательстве «Феникс», который делает совсем небольшая группа людей. Издатель Татьяна Притыкина, редактор Олег Коростелев, и основоположником этого издания был покойный Владимир Лой. Это такие монументальные тома, страниц на 700. Это собрание материалов и исследования русской эмиграции. Вышло уже шесть томов, причем выходит по две книги регулярно в год. И это настоящая сокровищница, тоже с моей точки зрения. «Поверх барьеров. Разговор о новых книгах». Эфир 5 сентября 2004 года. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Новые книги. В нашем разговоре принимают участие историк Олег Будницкий и поэт Александр Шаталов. Мы продолжаем нашу программу. Предыдущая слушательница говорила о спасительности святой отеческой литературы. И, насколько я понимаю, этот сегмент книжного рынка как раз очень хорошо представлен. И отделы в магазинах, и самостоятельные книжные небольшие магазинчики есть, где продается вся эта продукция. Так что, по-моему, здесь как раз спрос вполне удовлетворен. А вот один из звонивших наших слушателей, Сергей Алексеевич, говорил о книгах Суворова и спрашивал, как участники нашей передачи относятся к нему. Олег Витальевич Будницкий. Это, по вашей части, вы историк. Ну, как историк я отношусь к сочинениям Суворова, как, скажем так, художественной литературе. Не более того. Если говорить о его методе, то он очень прост. Берутся те документы, которые укладываются в концепцию Суворова, а те документы, причем преобладающие, которые не укладываются, просто игнорируются. С точки зрения научной, эти, конечно, сочинения не выдерживают никакой критики. И, собственно говоря, были подробные разборы этой продукции Суворова, очень популярной в нашей стране. Думаю, что вот такая необыкновенная популярность этих достаточно средних, скажем так, сочинений объясняется тем, что был такой период в нашей общественной мысли, общественной психологии, когда все пересматривалось, все казалось лужью. И лужью называли и то, что было на самом деле лужью, и то, что лужью не было. Ну, например, скажем, наши поэты, покончившие самоубийством, обязательно надо было сочинить, что их кто-то, какие-то злодеи убили, скажем, да? Очень популярный был сюжет. Тоже это коснулось истории войны. История войны, безусловно, фальсифицирована. В советское время она была фальсифицирована, ну, скажем так, больше, чем на 50%. Но есть некоторые вещи, которые действительно, которых писала советская историческая наука, которые соответствовали действительности. И с водой не нужно выплескивать и ребенка. То, что происходит на странице книг Суворова. Я не читал все его книги, я прочитал одну или две, но, в общем-то, этого было для меня достаточно. Книги Суворова, насколько я знаю, издаются, во всяком случае, мелькают на прилавках. Никакой цензуры у нас, слава богу, в таком плане нет. И люди могут их брать, читать, ну, и уже делать выводы. И я бы хотел сказать, кстати говоря, о распространении литературы дурного, или, скажем так, высокого толка. Проблема ведь не только в издателях, которые действительно, как и любые предприниматели, стремятся к извлечению максимальной прибыли. Это естественное поведение издателя, как и любого предпринимателя. Проблема в читателях. Понимаете, это другая сторона медали. Ведь какая литература востребована массами? В общем-то, достаточно низкопробно, если Донцово, упоминавшееся сегодня, издается колоссальными тиражами, значит, она пользуется спросом, люди читают. И проблема, скажем так, воспитания читателя, это не только проблема издателя. Это более широкая проблема. Это проблема и высшей школы, и средней школы. Это проблема, если угодно, интеллектуальной и духовной элиты. Это гораздо более сложный вопрос. И понятно, что если в каком-то отдаленном городе есть, или поселке, есть 10-15 человек, которые обязательно покупали, покупают и будут покупать интеллектуальную хорошую литературу, то, увы, для издателя доставить туда эти 10-15 книг, это чрезвычайно накладно и нерентабельно. Но вот здесь, наверное, нужно думать, действительно, о восстановлении, при государственной поддержке, по-другому тут, наверное, не получится, систему централизованного распространения книг. Олег Витальевич, или распространение, восстановление такой системы, как книга почты, ведь, я не знаю, все ли наши слушатели знают, что во многих странах, европейских и в Соединенных Штатах, существуют особые тарифы на пересылку книги. Вы приходите на почту и протягиваете толстый том, который вы хотите послать маме, или своему приятелю, или кому хотите. И если бы это была просто пачка бумаги, соответствующего веса, она стоила бы одну цену, а если это книга, она может стоить в два, а то и в два с половиной раза меньше, государство берет на себя поддержку распространения интеллектуальной продукции, культурной продукции. В России, по-моему, помыслить невозможно о том, чтобы за пересылку книги брали меньше. Правда ведь? Но опять-таки, это вопрос государственный. Если государство будет датировать книжные посылки, то тогда эта проблема может быть решена. Может быть решена. Это опять-таки вопрос приоритетов и вопрос бюджета. Если посмотреть на проект бюджета России, то, увы, мы видим что-то подобное советскому бюджету, то есть колоссальный рост расходов на силовые структуры, на оборону, спецслужбы и так далее, и практически застой, а то и сокращение финансирования науки и образования культуры. Где уж тут датировать книжные посылки? Эта проблема, повторяю еще раз, выходит за рамки проблемы издателя. Это проблема государственных приоритетов. И проблема того, насколько общество может заставить государство считаться со своими интересами, в том числе и духовными. Послушаем, что думают отдельные представители нашего общества. Анатолий Гаврилович, Санкт-Петербург. Здравствуйте. С вами говорит Уваров Анатолий Гаврилович, капитан первого ранга в отставке, участник Великой Отечественной войны. Я в 44-м году проходил службу на Северном флоте и встречал и провожал участников Северных конвоев, наших союзников, которые доставляли нам стратегические материалы в течение всей войны. Эпопея Северных конвоев имеет огромное значение в ходе Великой Отечественной войны и широко начала освещаться только в последнее время в нашей литературе, поскольку по гласному или негласному указанию наших руководящих органов о той помощи, которую оказывали нам союзники в годы войны, решено было все послевоенные годы забыть. Поскольку эта эпопея, вернее, Великая битва в Баренцевом море под названием Полярные конвои сейчас стала открытой в печати за рубежом, в частности в Англии, в Америке, особенно в Англии, издана большое количество по истории северных конвоев, то в настоящее время многие издательства наши бросились на этот, будем говорить, грубо говоря, хлебный кусок, где можно хорошо заработать. В частности, появились переводы книг Шофелда, Арктические конвои, первую книгу, которую я взял в руки, издательство Центрполиграф. Перевод сделан безобразнейшим образом. Переводчик никакого отношения к военно-морскому флоту не имеет, военно-морской терминологией не владеет. Название английских кораблей, сами названия, допустим, «Lincor Duke of York», он переводит как «Герцог Йоркский» и так далее. То есть переводит название кораблей на русский язык, что вообще недопустимо по правилам перевода. Тем самым путает читателя и не дает возможности сравнить излагаемые факты с теми фактами, которые изложены в другой отечественной и другой переводной литературе. Спасибо, Анатолий Гаврилович. Проблема совершенно понятна. Я хотел спросить Александра Николаевича Шаталова. Существует ли какое-то общественное мнение, какое-то общественное сомнение, если угодно, по поводу качества наших переводов в последнее время? И делается ли что-то для того, чтобы был создан, я не знаю, какой-то профсоюз переводческий, я не знаю, орден, какое-то масонское собрание, которое вынесло бы свое общественное порицание тому, что творится на страницах переводной литературы? Ну, масонское собрание, это звучит, конечно, очень красиво, я бы не против такого собрания, но на самом деле я могу сказать, что у нас существует союз переводчиков, однако все это не имеет отношения к тому примеру, о котором мы сегодня услышали. Дело в том, я напоминаю, что мы об этом уже говорили, отсутствие квалифицированных научных редакторов, просто редакторов, оно приводит к тому, что, да, издательство старается выпустить книги поспешно, старается захватить книготорговый рынок, и, конечно, не несут никакой ответственности. У нас рынок, министерство печати, как я уже сказал, фактически самоустранилось, не случайно те примеры, опять-таки, которые сегодня звучали в нашем эфире, подтверждают, что, да, программы развития книжного рынка, программы структурирования книгодательского процесса в министерстве печати по-прежнему не существует, а я считаю, что, например, тот пример, который вы, Иван, приводили, который касается книги, почты и льгот по доставке книг в разные, удаленные регионы страны, безусловно, этот проект должно было лоббировать министерство печати. У нас есть звонок Татьяны Федоровны из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Татьяна Федоровна. Вот у меня такой вопрос. Я слушаю Радио России, там часто бывают радиопостановки различных писателей. И вот я прослушала две радиопостановки, я не с самого начала слушала, не могу назвать ни названия, и правильно не могу произнести писателя. Но меня произвело впечатление, не можете высказать об этом писателе хотя бы несколько слов. Звучит приблизительно так, Гайда Гайданов или Гайзданов. Ну, по-видимому, Татьяна Федоровна, вы имеете в виду известного писателя русской эмиграции первой волны Гайто Газданова, который, как Гайто Иванович даже, Газданов фигурировал в жизни русского Парижа. По-видимому, это была постановка по каким-то его произведениям. Александр Николаевич Шаталов, как вы относитесь к такому утверждению, известному клише старому, о том, что Россия самая читающая страна? Приходилось ли вам получать какие-то подтверждения тому собственные, личные, или, может быть, вы опровергнете такое высказывание? Вы знаете, мне хочется в это верить, что Россия самая читающая страна, но поскольку в течение десяти лет я вел на телевидении передачу, которая называется «Графоман», это передача о книгах, то, извините, конечно, это может быть цинично звучит, но по собственной популярности я мог судить, насколько наш народ читает книги. У меня был такой смешной пример. Или смотрят телевизор. Смотрят телевизор и читают книги, это взаимосвязано. Но они же вас узнавали из телевизора. Ну, 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 из телевизора, конечно, из телевизора, ну, потому что телевизор — это массовое средство коммуникации, прежде всего, и почему они смотрели меня? Не из-за того, что я обладаю какой-то внешней такой красотой, а потому что они хотели узнать от меня первую информацию о новых книжных изданиях. И одна девочка у меня попросила автограф на книге Достоевского. Она увидела меня и поняла, что я и Достоевский видимо чем-то схожи друг к другу. Это говорит о том, что, видите, все читают книги. Да, моему сыну в школе тоже подсовывают, он учится среди иностранцев, ему тоже подсовывают Анну Каренину или что-нибудь такое подписать. А то и защиту Лужина на всякий случай. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Книжный рынок. У микрофона Иван Толстой. Что вы купили или прочитали за последнее время из книжных новинок? Иван Иванович из Москвы звонит нам. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый день. Ну, у меня два момента. Первый момент я воспользуюсь случаем, чтобы обратиться через вас к Юрию Михайловичу Лужкову с просьбой посодействовать сохранению букинистического магазина «Пушкинская лавка». Он вот на ремонте и его дальнейшая судьба вроде бы под вопросом. А это, в общем, знаковая точка в Москве для всех книголюбов и для всех, в общем-то, культурных людей. Кстати, мы сплошь и рядом путаем понятия интеллигентный человек и культурный человек. Это две колоссальные разницы. А какая разница с вашей точки зрения, Иван Иванович? С моей точки зрения это по справочнику, это интеллигент, это тот человек, который зарабатывает себе на жизнь умственным трудом. А все остальное это уже, как говорится, уже второстепенные характеристики. Вот в чем дело. А культурный человек, он может, как говорится, не иметь формально высшего образования, не заниматься, скажем, не зарабатывать себя на жизнь умственным трудом, но может быть глубоко культурным человеком. И таких примеров масса. Это читающий человек, человек высокого напряжения, такой умственной что ли жизни. Ведь много же, собственно говоря, почему мы, не только мы, а человечество не погибло. Потому что именно вот эти культурные люди составляли ту основу, которую давало великих мыслителей в различных областях знания. Вот моя точка зрения. Понятно, Иван Иванович. Звонок москвича Бориса Васильевича. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я поговорю за позицию в отношении Суворова. Человек, который взял себе легендарную фамилию Суворов Резуна. И сколько на этом фоне, когда было разрешено все, когда критиковала вся система коммунизма, но сейчас на этом форуме фактически, как говорят, метили в коммунизм, попали в Россию. Сейчас ведь разгромленная потенциальная мощь России. И на этом фоне нет хорошей технической литературы. Я сам технарь, сам разработчик различных видов конструкций и так далее. Сейчас этот блок вообще куда-то ушел. Раньше можно было прекрасные справочники, энциклопедические справочники, математические. Сейчас всего этого нет. под видом манипуляции это манипуляционная литература. Есть такой Сергей Георгиевич Карамурза. Огромные его книжки фундаментальные о манипуляции со знанием. Скажите, пожалуйста, они есть на подобного рода рынке? Спасибо вам большое. Насколько я понимаю, они есть на этом рынке. Вопрос нашего слушателя заключался в том, что нужно приветствовать такие книги. Ваше мнение, Александр Николаевич? Я считаю, что эти книги есть. Насколько они нужны, мне трудно судить, потому что я не историк. Я даже не решаюсь так смело критиковать Суворова, потому что безусловно, я согласен с мнением, что это скорее всего билетристика, билетризованное произведение. Но какой билет, а не наносит читателям, мне трудно судить, я думаю, что все-таки наносят. С моей точки зрения я добавлю один стоит другого, Карамурза Суворова. Если наш слушатель действительно интересуется историей, то лучше избегать вот подобного рода глянцевых книжек, читать более серьезную литературу. Андрей Игоревич, Москва, наш слушатель. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, прежде всего, отвечая на вопрос, который был задан, какая последняя книжка прочитана, у меня эта книжка 100 запрещенных книг. И вопрос мой связан вот с одним произведением, упомянутым в этой книге, архипелагом ГУЛАГ, называется произведение. Дело в том, что, конечно, когда-то я его читал в самоздате, потом, когда в начале 90-х в огромных количествах это произведение продавалось в переходах в московском метро, я его не купил. Где-то чуть больше года назад я стал пытаться его найти в магазинах. и не могу найти до сих пор. Мой вопрос, наверное, к Александру Николаевичу, прежде всего, что он может сказать, где можно увидеть эту книжку. Александр Николаевич? Вы знаете, по-моему, все-таки, я не помню, честно вам скажу, когда я видел последнее издание архипелага ГУЛАГа, насколько я близко общался с фондом, с Ложеницына, то я понимаю, что эти книги выходят более-менее регулярно в разных составах, в разных изданиях. И, по-моему, выходил архипелага ГУЛАГ, по-моему, чуть ли не в прошлом году, во всяком случае, вот в этом фонде мне показывали эту книгу. Но напомню, что у нас есть такой фонд русской зарубежья, библиотека русского зарубежья, которая находится в районе станции метро Таганская, и там можно приобрести большую часть книг, которые касаются этой темы, а также издание, издательство «Русский путь». Эта книга, эта издательность публикует такую литературу, которая раньше у нас была неизвестна, которая издавалась часто на Западе, в первую очередь. Владимир Григорьевич, Санкт-Петербург. Здравствуйте, слушаем вас. Вот я не вопрос хотел задать, а посоветовать слушателям обратиться к творчеству Михаила Веллера. Я последнее время, все время его покупаю, читаю, не пожалеете. У него все о жизни. Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Олег Витальевич Будницкий, у нас остается не так много времени до конца передачи, но я непременно хочу спросить вас о тех иммигрантских книжных проектах, издательствах, в которых вы участвуете. Расскажите, пожалуйста, по-моему, там страшно много интересного. Я о двух, с вашего позволения, скажу. Один, вот мы сравнивали советские и несоветские времена. В советские времена выходил замечательный указатель библиографический под редакцией Петра Андреевича Занечковского «История для революционной России в дневниках и воспоминаниях». В общей сложности это 13 томов. Там не было лишь одного тех мемуаров, которые выходили за рубежом, потому что это было нельзя. И вот Петра Андреевич мечтал до последних дней своей жизни, что его ученики восполнят этот пробел и издадут библиографию иммигрантских дневников и мемуаров. И вот теперь это происходит, и волею судьбы мне пришлось быть причастным к этому проекту, быть одним из редакторов этого издания, другие суредакторы покойные Андрей Григорьевич Тартаковский, замечательный наш историк и американский профессор Терен Сэммонс. Вот вышло уже три тома указателя иммигрантских дневников и воспоминаний, и это просто с моей точки зрения блестящий такой путеводитель по интеллектуальному наследию российской миграции. Знакомясь с этим указателем, читатель может собственно говоря найти то, что ему нужно и интересно. И другое издание, вот мы говорили о качестве научных изданий, одна из черт нашего времени то, что качественные научные издания выходят за пределами академических, нередко выходят за пределами академических институтов и университетов. Я говорю прежде всего из речи эмигрантской проблематики об альмонахе диаспора, диаспора выходящем в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург-Париж, в издательстве «Феникс», который делает совсем небольшая группа людей, издатель Татьяна Притыкина, редактор Олег Коростелев, основоположником этого издания был покойный Владимир Лой. Это такие монументальные тома, страниц на 700, это собрание материалов и исследования русской эмиграции. Вышло уже шесть томов, причем выходит по две книги регулярно в год, и это настоящая сокровищница тоже с моей точки зрения. Там публикуются, скажем, такие вещи, как переписка Бунина и Тэффи, например, блестяще прокомментированная Ричардом Дэвисом, я, к сожалению, забыл его соавтор, и множество других вещей, воспоминания, дневники, письма, статьи исследовательские. Олег Витальевич, я хотел, простите, перебить вас просто из-за вопроса, поступившего от нашего слушателя, у нас очень мало времени, я хочу от вас получить очень короткий ответ. Слушатели интересуются, будут ли когда-нибудь на русском языке выпущены бумаги Нюрнбергского процесса, он, наверное, имеет в виду полностью весь процесс, а не то известное многотомное издание, которое уже выходило. Насколько я знаю, последнее издание материала Нюрнбергского процесса, 8 или 9 томов, оно достаточно полное, хотя и не исчерпывающее. Надеюсь, что когда-нибудь будет выпущено, но мне, к сожалению, неизвестно, готовится ли действительно такое издание. Спасибо. И поскольку у нас были звонки наших слушателей из Москвы и Петербурга, из других городов не было, давайте послушаем, что думают костромичи. Наш корреспондент Ольга Вахоничева задавала им вопрос, какие книги вы купили за последнее время? Книги покупаем редко, времени свободного мало. Недавно, правда, отдыхать ездили, в поезде, почитать купила Дарья Донцова, Даша Васильева. Очень интересно. Ну, такой лирический мелодрам, посмеялись немножко. Давно ничего не покупал, на самом деле. Я читаю то, что рекомендуют друзья, вкусу своих друзей доверяю. Но вот сейчас серьезно дался цель купить педитомник Сергея Довлатова. И я думаю, что я недалек от реализации своей цели. Это дорогое удовольствие покупать книги, собирать их, коллекционировать. Благо, есть друзья, у которых хорошие библиотеки, у которых есть из чего выбрать. Самая последняя книжка, которую я купила, это книжка «Астрид Лингрен», сказки «Мы на острове Сальткрока» называется. Это книжка, она у меня связана с детством, я ее искала лет 20, наверное, в свободной продаже, вот наконец нашла и с таким удовольствием прочитала. Просто классно, я теперь тоже хочу ехать на какой-нибудь далекий остров и там пожить немножко. Читать я люблю, но книги, к великому моему сожалению, давно уже не покупал, потому что это очень дорого и мои финансовые возможности мне не позволяют. А вот тесть у меня покупает книги и приходится брать у него и читать. Последнее, что я вот прочитал у него, это все книги Сувурова. Буквально неделю назад я купила книгу Дейла Карнеги «Как завоевать внимание людей и приобрести новых друзей». Книга очень интересная, с полезными советами. Всем советую почитать. За последние 20 лет я вообще не покупаю ни одной книги, потому что я не любитель читать книг. Я люблю больше смотреть видео, фильмы всякие разные, в кино ходить. А книжки я не читаю, даже газеты. Мы последний раз купили книжку Ганса Эверса, причем искали ее черт знает где. Мы искали ее в Саратове, когда плыли на теплоходе до Астрахани. Мы искали ее в Самаре, мы искали ее в Костроме и нашли мы ее в Питере, где-то там в запасниках на складе. И очень счастливы и довольны. Какие книги вы купили за последнее время? Ну, я сейчас в основном покупаю книги для своего внука трехлетнего. Вот последние две книжки, которые я ему купила, это «Сказки Пушкина» и «Синяя птица Миттерлинка». Я волновалась, что он не будет что-то понимать, но оказалось, что для него все это просто и понятно. Я вот пять лет назад, как закончил школу, за последнее время я абсолютно никаких книг не покупаю. Я только играю в компьютерные игры и смотрю журналы «Плейбой» и «Мэнс Хаус». Я как раз завтра иду покупать своему ребенку книжки. Он у меня подросток. Мы уезжаем в зарубежную страну жить на целый год и мы здесь затовариваемся русскими книжками. К сожалению, ему нравятся сейчас только всякие ужастики и детективы, но я очень рада, что в далекой-далекой стране заграничной он будет перед глазами видеть русское слово. Какие книги вы купили за последнее время? Что и какие книги? Ну, только по бухгалтерскому учету. Я больше, кроме книг по бухгалтерскому учету, ничего не читаю. Покупала недавно книгу о вышивании. Я просто увлекаюсь этим делом и поэтому часто покупаю эту литературу. За последнее время книги я не покупал, ну, кроме институтской программы. Больше я ничего не читаю. Меня больше интересуют другие вопросы, чем чтение «Крик». Это «Алмазная колесница» Бориса Кунина и три тома Алекса Экслера. Вот как на вопрос какие книги вы купили за последнее время отвечали костремичи. Ольга Вахоничева для Радио Свобода Кострома. На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров» в прямом эфире, посвященную новым книгам. В гостях у нас были историк Олег Будницкий и поэт Александр Шаталов. Режиссеры Юлия Ермолинская, Наталья Пахомова и Олег Львов. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин